Издательство Эксмо. Аличе Бассо. Призрак пера. Глава первая. Пиши о том, что тебе знакомо. Многие обожают запах бумаги. Кто-то просто сходит по нему с ума. Покупая книгу, они подносят её к лицу и, закрыв глаза, глубоко вдыхают. Порой стонут от восторга. В библиотеке, точно оказавшись в горах, набирают полную грудь воздуха, а потом вытаскивают из первого попавшегося шкафа какой-нибудь пыльный том и ныряют в него с явным желанием поцеловать страницы. В реальности же запах бумаги — это запах смерти. И я сейчас не про химические испарения только что отпечатанной книги, которая пахнет примерно как соевый бифштекс. Старые, именно старые книги, те самые, чей запах ни с чем не спутаешь, на самом деле пахнут разлагающейся целлюлозой, на деле гнилью. То есть люди сходят с ума по воне, гнили и смерти и даже не знают об этом. Зато я знаю, потому что в 2012 году мне пришлось, изучив гору материала, написать текст о типографском деле. И с тех пор в кабинете Энрико Фуски этом храме книг меня слегка подташнивает. Кабинет Энрико Фуски, главного редактора 200-летнего издательства Эрика, а также моего начальника, находится на третьем этаже исторического здания в центре Турина. Одно из тех печально известных мест, где невозможно припарковать машину, где у дверей, скрытых портиком, установлены латунные домофоны с минимумом имён и множеством цифр. Кабинет отнюдь не выглядит огромным, прежде всего потому, что деревянные книжные шкафы, размером от пола до потолка, битком набитые первыми изданиями, откуда собственный запах, занимает площадь размером с мою квартиру. На полу геометрические узоры из мраморной крошки, вся отделка из тёмного обработанного дерева, а немногочисленная мебель соответствует общему стилю. Здание старое и будто пахнет временем, что означает, идеально подходит руководителю одной из самых старинных и признанных издательских групп Италии. Оставим внушительные машины и современные технологии верстки макета и дизайна проверенным типографиям, оледенящую атмосферу неонового освещения и пристроек складским помещением распространителей. Оставим шеренги 27-дюймовых компьютеров, фирмы Apple и эргономичных кресел открытым офисному пространству. Первая дверь направо от входа. Это кабинет директора. И нет ничего плохого в том, чтобы сохранять его в том же виде, что и 200 лет назад, но с небольшим нововведением. Лэптопом Энрика Фуски на деревянном столе и двумя его же смартфонами поверх горы переизданий. Дверь открывается со скрипом, который умеет уздавать только такие вот 200-летние двери. И входит какой-то тип лет 50-ти, высокий и грушевидный, хоть и худощавый, в пиджаке, при галстуке и в квадратных очках в толстой оправе. Он вполне мог купить их, как в 70-х годах, и с тех пор не менять. Так и только позавчера, следуя неприходящей моде на винтаж. Сейчас как раз оправы в стиле 70-х в большом почёте. Ненавижу эту моду. Винтаж путает мне все карты. К примеру, не могу понять, вижу ли я неопрятного интеллектуала, живущего где-нибудь вдали от цивилизации, или самовлюблённого пижона с кризисом среднего возраста. Мужчина проходит к столу, из-за которого ему навстречу как раз поднимается Энрико Фуски. Низенький, лысоватый и достающий гостью до подбородка. Они пожимают руки. «Доктор Монтенье, как я рад вас видеть», произносит мой начальник. «Господин Фуски, добрый день. Я принёс вам небольшой презент в знак моего почтения». Жестяной серебристо-голубой тубус переходит в руки Энрико. Судя по тому, как они оба с ним обращаются, там либо что-то тяжёлое, либо сам младенец Иисус. Шестнадцатилетний Бруклади. Если вам нравятся шотландские виски, лично я предпочитаю вот этот. Как бы ни сложился день, один глоток вечером для меня закон. А вот и решился вопрос. Самовлюблённый пижон. «Присаживайтесь, доктор». Энрико пристраивает тубус на край стола, освободив для него место между двумя нагромождениями техники. «Ну как, вы довольны? Интервью?» «Да что сказать». Разводит руками тот, как делают священники, призывая верующих запастись терпением. «Мы с ним справимся». Энрико издаёт один из тех смешков, как когда ему совсем не хочется смеяться. «Ну же, мы вам устроили интервью в программе «О времена» в субботу вечером. А вы не рады? Да вы должны прыгать от счастья». «Боже упаси!» Торопливо поправляется Монтенья. «Я знаю, это прекрасно. Только видите ли, я человек культуры, науки. Я ставлю опыты. Все подобные глупости, телевидение. Понимаете, это не входит в сферу моих интересов». Конечно. В самом деле, ведь нейрохирурги, которые не любят глупостей и в том числе светятся по телевизору, всегда пишут. Или нет, лучше просят кого-нибудь написать за себя. Научно-популярные книги. Причём под названием «Не дай превратить себя в животное». Лучшие человеческие качества с точки зрения биологии, где великий корифей только и делает, что перепевает слова других, не потрудившись и слова от себя добавить, и обещает показать, почему эмпатия, щедрость, взаимопомощь и так далее, порывы, которые можно отследить в нейронной системе при помощи биологии. На самом деле интересно. И кроме того, на слуху. Эдакое высокоинтеллектуальное, но понятное произведение. Идеальный подарок на Рождество друзьям, любителям не слишком сложных передач про культуру. Или идеальный предлог, чтобы тебя на такую передачу пригласили. Энрика делает вид, что ему та же самая мысль в голову не приходила. «Ну, в популярности нет ничего плохого», улыбается он. «Тут скорее необходимость», сделанным огорчением вздыхает Монтенья. «Иногда единственный способ привлечь внимание властей и соответственно инвестиций немного уступить и сделать шаг навстречу массовому читателю. Как там в фильмах? Кто-то же должен делать грязную работу?» Энрика снова выдавливает из себя смешок и решает сменить тему. «Вы уже получили список вопросов? Что скажете?» «Ну, а чего вы хотите?» Упорно гнёт своё Монтенья. «Я надеялся на более научный подход, но нельзя же ждать, что ведущий заинтересуется, скажем, как и почему необходимо актуализировать карты цитоархитектонических полей коры больших полушарий головного мозга Бродмана, или разницы реакции обычных и зеркальных нейронов на зрительно-двигательные раздражители. С другой стороны, культурный уровень программы о времена повыше, чем у других похожих передач. Не могу жаловаться. Странно. Похоже наоборот. Очень даже можете. Произношу я, и тут происходит нечто необычное. Монтенья, упорно меня игнорировавший, подпрыгивает на месте, не отрываясь при этом от сиденья точно чёртик из табакерки. Он молниеносно поворачивается в сторону моего голоса, то есть в угол между дверью и книжными шкафами. Там стоит зелёная бархатная креслица, а в зелёном бархатном креслице со старой зловонной книгой в руках сижу я. «А, я вас не заметил», восклицает наш месье де Лаполис. «Вы там давно?» Имя генерала Жака де Лаполиса года жизни с 1470 по 1525 — символ чего-то само собой разумеющегося, утверждение заведомо очевидных фактов, граничащее с абсурдностью. Всю историю можно найти по поиску «Лаполис, генерал и анекдот». «Вы там давно?» Энрика задерживает дыхание. «Зная этого, он и боялся ещё с момента планирования встречи. Боялся, что я поставлю его в неловкое положение, и не могу сказать, что он так уж ошибался». «Доктор Монтенья, рад представить вам нашу Ванни, эм, госпожу Сильвану Сарку». Монтенья медлит. Теперь и он явно находится перед выбором — встать и подойти ко мне, пожать руку. Тут две веские причины. Первая — я всё-таки женщина, и это элементарная вежливость. Вторая — я так-то написал книгу, которую он потом подписал своим именем, и благодаря которой его карьера пошла в гору. Или остаться на месте и ждать, чтобы подошла я. Одна причина — он звезда, а я просто сотрудник издательства. Даже нет. Одна из тех, о ком никто не любит упоминать. В конце концов, он решает не вставать. И я тоже. «Так это вы, знаменитая Сильвана Сарка, которой я обязан всем», — произносит корифей чрезмерно сутливым тоном. «Я замечаю отсутствие вежливого обращения перед своим именем. Можно было бы обидеться, вот только мне наплевать». «Так... так вы так молоды?» Улыбается он Энрико, точно говорит о его собаке. Но он ошибся. Мне 34 года. А выгляжу лет на 10 младше. В теории отлично, но на самом деле в плане работы та ещё нервотрёпка, потому что никто не воспринимает тебя всерьёз. К примеру, как сейчас. «Да, ничего себе», — оправдывает мои ожидания Монтенья. Подумать только, что будет, если узнает, что к книге нейрохирурга с 30-летним стажем приложила руку такая юная девушка. Он говорит, приложила руку, но все трое присутствующих, включая его, тут же переводит про себя. Написала, потому что именно так оно и было. У него сложилась идея сюжета. В нескольких пространных сообщениях, недаром сейчас мы впервые столкнулись лицом к лицу, он объяснил мне основные темы отдельных глав, передал пароль к Академическому архиву научных журналов и отметил, каких авторов цитировать. Всё остальное сделала я, потому что в этом и заключается моя работа. Я — призрак пера издательства Эрика. Кто такой призрак пера? Что ж, посмотрим. В сущности, призрак пера — тот, кто пишет вместо кого-то, а этот кто-то потом подписывает готовую книгу. Например, писатель, увлёкшийся работой на телевидении, уже не успевает закончить последний роман. Или юморист хочет опубликовать сборник монологов, но не может написать так много сразу. Крупная шишка обещает выпустить автобиографию, но обладает слогом шестилетнего ребёнка. Или врач, который придумал новый метод лечения, не может достаточно ясно изложить его суть в статье. Государственный деятель, привыкший отвечать на вопросы журналистов, но не писать что-то с нуля. Приглашённый на телевидение предприниматель, которому противопоказано выступать экспромтом, иначе обязательно выпалит какую-нибудь мерзость, вроде бренд, индивидуальный заказ, клиентоориентированный подход, или специалисты свяжутся с вами. В таких случаях издательства, немало не смущаясь, говорят, «Не беспокойтесь, это будет бомба». Находят список литературных рабов, и тут-то и вступаем в дело мы. Нам рекомендуют два-три основных направления для развития темы, список источников, если в них есть необходимость, даёт время на выполнение, как правило, позорно мало, и микроскопическую плату за то, чтобы ушли обратно в тень без единого слова о том, кто является настоящим автором. И вот книга, речь, статья, готова. Примерно на этом моменте рассказа о моей работе люди говорят, «Ого! Ого!» Конечно же, не так легко поставить себя на место того или иного персонажа, приобрести его голос, умение, стиль. Тут нужна огромная гибкость, умение быстро учиться, способность к ассимиляции. О, да, совершенно верно. Каждый призрак пира, заслуживающий своё звание, должен обладать всеми перечисленными качествами, должен быть способен, так сказать, сойти со своего места, чтобы встать на место другого, представить не только, что писать, но так же, как лучше всего это сделать, а потом, собственно, сделать. Каждый хороший призрак пира — жидкость, принимающая форму той головы, в которую его наливают, зеркало, отражающее лицо, мутант, способный вобрать в себя характер человека, а также кто-то вроде беспристрастного судьи, который невозмутимо наблюдает за процессом изменения личности, размышляя о самом удачном способе выразить то, что хотел сказать автор. Невыносимый хамелеон, способный делать множество дел сразу. Вот что такое настоящий призрак пира. Звучит не так-то просто, верно? Так и есть. Вот, наверное, и причина, почему нас так мало. Особый вид хамелеонов на грани вымирания. Естественно, об участии Вани в работе над вашей книгой никто не узнает никогда, замечает Энрика, и в этом «никогда» такая уверенность, что Монтенье тут же успокаивается. «Готова поспорить, сейчас нейрохирург представил, что издательство держит меня в кулаке, что я всего лишь пешка, полностью в их власти, что в моем контракте запрет на запрете, обязывающие сохранять тайну, угрозу увольнения, требования возмещения убытков и телесные наказания». Правильно представил. Разве что кроме части про телесные наказания. Но для верности надо будет перечитать контракт. Старина Энрика способен на всё. И потом, только представьте, «Даже если бы прошёл вслух, что книгу вам написала эта девчушка, кто бы вообще поверил?» Для полноты картины добавляет мой начальник. «Опять же, можно обидеться, но мне всё равно». Монтенье снова поворачивается ко мне, но теперь выражение скрытых толстыми линзами глаз гораздо спокойнее. Ему даже почти весело. Следует иметь в виду также, что я не только выгляжу на 24, а ещё и одета неприметно, как и всегда при посещении издательства. И сейчас я скорее похожа на студентку, а то и на старшеклассницу. «Вне стены этого здания я обычно выгляжу немного иначе, но такова часть нашего уговора с Энрико. Когда я прихожу сюда, должна сделать всё, что в моих силах, чтобы не остаться в памяти встреченных сотрудников. Похоже, определение «призрак пера» подходит мне лучше, чем кому-либо». «То есть вы здесь, потому что ответы для моего интервью писать поручено вам? Так?» щебечет Монтенье. «Вам что-нибудь нужно? Прислать ещё раз пароль к архивам для освежения памяти?» «Мне достаточно было увидеть вас, услышать, как вы говорите, поясняю я, чтобы понять, как составить ответы, чтобы они звучали естественно. Обещаю быть отличным актёром», наигранно смеётся он. «Боже, когда он пытается строить из себя симпатягу, напоминает лягушонка Кермита». «Лягушонок Кермит», самая известная из кукол Маппет, созданных американским кукольником Джимом Хэнсоном. «Нет, видите ли, доктор, вы не понимаете. Я здесь именно для того, чтобы вам, рассказывая шутки, играть не пришлось. В каком-то смысле не вы станете актёром, а я». Монтенье смотрит на меня пустым взглядом, и рассмеяться хочется уже мне. «Конечно, как я уже говорила, если бы эта ситуация для меня имела хоть какое-то значение». «В издательстве Эрика я работаю 9 лет и уже успела сыграть больше персонажей, чем какой-нибудь статист в Королевском театре». Королевский театр, один из старейших оперных театров Италии, расположен в Турине. Я была и историком нового времени, и преподавательницей метода Судзуки, и географом, предпринимателем, желающим получить должность в министерстве, комиком, велосипедисткой, даже генералом в отставке, и много кем ещё. Метод Судзуки Методика музыкального развития детей, созданная японским скрипачом и педагогом Синити Судзуки Годы жизни с 1898 по 1998 Я писала книги и занудно-длинные, и воздушно-лёгкие, овладела профессиональным жаргоном нейронаук. Да, хорошему призраку перау даются и настолько сложные вещи, и заковыристыми ругательствами на три строчки. Готовила сообщения в 400 слов и книги в 400 страниц. Как у меня выходит? Если бы я знала. Наверное, такой родилась. На самом деле, это всегда получалось спонтанно. Писать сочинение за сестру, которая сама даже проходной балл получить не могла, но чтобы никто не догадался о подделке. Убедить чокнутого басиста уйти из школьной музыкальной группы моего парня с искренним убеждением, что он сам принял это решение. Получается что-то вроде способности к чрезвычайно быстрому обучению и немного более развитая, чем у других интуиция. На самом деле, мне без разницы, как это описать. Как ни назови, в конце концов, мои способности такая же данность, как и всё остальное. Кто-то высокий, красивый или страшный и косой, кто-то может сворачивать язык в трубочку, а другой моментально подсчитывать, сколько букв в слове, умножать в уме трёхзначные цифры. А я могу это и точка. Ладно, не совсем так. Никакой точки. Есть и кое-что другое, признаю. Когда я говорила про данность, на самом деле имела в виду, что моя данность хуже других. Хотите откровенно? Это тяжеленная ноша. А сразу и не скажешь, да? Кажется, что таким умением можно гордиться, что благодаря подобной предрасположенности ты лучше манипулируешь людьми, становишься человеком более рациональным и опасным. Вот и объяснение, к примеру, классической смеси из страха, недоверия и враждебности во взглядах авторов, за которых я пишу книги. И подобная реакция логична. Они видят, с какой лёгкостью я впитываю их умения, саму их личность и чувствуют себя маленькими и беззащитными. Мне не больно, это надо кому-то угрожать, но отношение людей это не меняет. Какое счастье, что мне всё равно, как ко мне относятся. Интересно, а что если бы эти таланты выпали на долю нормального человека? Ну, знаете, на кого-то, кому нравится иметь друзей, родственников, кто любит общаться. Так что слава богу, что это всё досталось той, кому социальное взаимодействие глубоко безразлично. То есть мне. Сказочное распределение ресурсов в космическом масштабе. Так или иначе, настолько подробные объяснения понадобились, только чтобы пояснить, что, по сути, моя способность тот ещё подарочек. А раз уж мне с ним жить, то как минимум можно извлечь хоть какую-то пользу. Поэтому я здесь, занимая любопытную должность хамелеона по требованию. Как говорят, если жизнь подкидывает тебе лимоны, сделай лимонад. И лучше постараться, чтобы ещё и получить удовольствие от процесса. Монтенья не отводит от меня пристального взгляда в ожидании дальнейших объяснений. Похоже, всё как всегда. Нужно продемонстрировать метод на практике. Тоска зелёная. Ну ладно. В принципе, сейчас может получиться даже забавно. Ну, например, вздыхаю я, вы, доктор, каждый раз, когда вам задают вопрос, закатываете глаза, словно вопрос настолько глупый, что вызывает отвращение. Вы знали? Нет. Вопросительным тоном отвечает Монтенья. Конечно же, не знали. Киваю я. И только указать на проблему недостаточно, потому что вы не привыкли контролировать этот ваш тик, а во время интервью станете ещё более рассеянным, отвлекаясь на другие вещи. Поэтому надо отталкиваться от того, что у вас он вырвется и на передаче. Переходим к сути. Что могу с этим сделать я? Один из вариантов — написать вам ответы, полные смирения и скромности. Эдакое «каптатио бенавалентайе» — снискание расположения, если обратиться к латыни. Ничего приторного, всё будет звучать естественно, только чтобы сбалансировать ваш, простите, спесивый характер, который обязательно проявится в этом инстинктивном закатывании глаз при каждом вопросе ведущего. Монтеньи рассматривает меня с чем-то средним между выражением оскорблённого величия и искренним научным интересом, хотя оскорблённого величия явно больше. Энрико из-за его спины пытается пронзить меня суровым взглядом, но я не обращаю внимания. Вот почему я сказала, что это не вам нужно будет стать актёром, а мне. Я поставлю себя на ваше место и представлю, как говорить. Даже нет. Как вы будете говорить, чтобы показаться зрителям милым, привлекательным и отзывчивым? Если вы попробуете добиться результата своими силами, готова поспорить, получится паршиво. «Да что вы себе позволяете?» — возмущается Монтенья. «Ой, это ваша интонация сейчас!» — грожу ему пальцем я. Заметили? Как повысили голос к концу фразы? Часто у вас вырывается, особенно сейчас, когда вы чувствуете какое-то обвинение. Так вот, избегайте её. Со всем уважением, но так вы кажетесь истеричной барышней. Конечно же, вы всё равно так сделаете, потому что даже не слышите себя. Что в таком случае могу придумать я? Возможно, напишу какое-нибудь научное объяснение с примерами и постараюсь подобрать для них мужские, мужественные образы. Тогда никто не примет вас за капризного хлыща. Монтенья, открыв рот, набирает побольше воздуха, Энрико прячет лицо в ладонях. С другой стороны, поспешно добавляю я, ранее вы мельком упоминали Бродмана и зеркальные нейроны, и в тот момент выглядели уверенным в себе, хозяином положения. Постараюсь написать побольше цитат из научных источников, академических работ, чтобы зрители, даже если ничего не поймут, подумали, что вы молодец и себе на уме. Но вам придётся строго придерживаться текста, потому что если поддадитесь искушению углубиться в научности, упустите внимание зала, и вас сочтут мрачным скучным всезнайкой. Монтенья с клацанием закрывает рот, оборачивается к Энрико, но тот уже черкает что-то на стикере с выражением человека, которого уже ничего больше в этом мире не волнует. «Это хотя бы работает?» спрашивает нейрохирург. «Ваша нахальная малолетка в самом деле так хорошо справляется, как сейчас хвасталась?» «Должна признать его готовность терпеть оскорбления ради успеха признак чистейшего честолюбия и в какой-то мере его облагораживает». Энрико улавливает проблеск надежды и кивает. «Да, прошу прощения за непозволительное поведение Сильваны. Теперь вы понимаете, почему мы относимся к её встречам с нашими авторами без особого восторга. Но да, свою работу она делает хорошо. И кроме того, подумайте, как она написала вашу книгу». «Вот это да!» Энрико нарушил табу и прямым текстом напомнил Монтенье, что без меня он был бы никем. «Спасибо, Энрико, хотя, честно говоря, я бы предпочла повышение зарплаты». Монтенье вздыхает, потом вновь оборачивается ко мне. «Ну хорошо, фыркает он. Придётся довериться вам. Что-то ещё нужно?» Я пожимаю плечами, спокойно откладываю книгу, которую держала, подбираю с пола свою тряпичную сумку и встаю. «Вообще-то, чтобы точно понять, насколько непреодолимо отделяющая вас от обычных людей пропасть, мне необходимо почувствовать себя человеком, который каждый вечер выпивает бокал виски за 60 евро», сообщаю я. Так что это я забираю с собой. Запихиваю бурклади в сумку, машу рукой в знак прощания и ухожу. Субтитры создавал DimaTorzok